Излечить обидчивость – это путь, который топают ногами и говорят – это агрессивное поведение. Если я сама не обидчивая, а наоборот, все выплескиваю в гневе, а муж у меня, например, обидчивый, то что делать в такой ситуации? Когда мы с ней это выяснили, ее потребности – гулять. И вот они пошли. Гулять, играть. Скоро поймет, понимаешь? Вот обидчивые люди не комфортно. Знаешь, я на тебя обижаю. Это им прям… Да, да, да. Мне скажут что-то. Я тебе вот расскажу сегодня, Свет, про обиду. Потому что обида – такая тема, на самом деле. Я знаю, что женщины прям склонны обижаться. Есть такое? Да, безусловно. Вот. И на самом деле ведь обида – это такая вещь, которая делает хуже только нам. Даже есть такая фраза, да, что обида – это яд, который… Мы пьем, надеясь, что отравить кого-то другого, да. Да, и вот обида, она вот ощущается обычно как? Как некий груз, да, вот как некая такая тяжесть. Это нечто в нас, что как бы нас гложет, да. Отравляет жизнь. Да, точно. И поэтому, собственно говоря, я сейчас объясню, что это на самом деле такое, да. Обида – это гнев, это наше раздражение, наш гнев, который не вышел, а который пошел в нас, в нас. И нас там отравляет, да. И на самом деле это очень детская реакция. Очень детская реакция. Если вспомнить наше детство или вот у меня есть дети, вот у тебя есть дети, да, то вот обиженный ребенок – это кто такой, да? Это ребенок, который захотел получить нечто, да. То есть у него был импульс получить чего-то, не знаю, конфетку, мультик посмотреть, куда-то сходить, да. Он это не может по каким-то причинам получить, да. Он получает отказ. Он остается с этим импульсом, дует губки, не знаю, там вот обижается. И показывает вот таким образом, что он хочет получить, правильно? Да, плачет, топать ногами тоже. Да. То есть это такая форма, когда он пытается получить то, что он хочет, просто другим путем, детским. Да. И происходит так, что мы вырастаем. Это способ манипуляции, ты имеешь в виду? Для ребенка это способ манипуляции. Ну, способ воздействия, поскольку он не может сказать, знаете, я имею права, вы можете даже поставить мультик, он не может это делать. То есть он делает так, как он может, правильно? Маликулирует, да. Ну, да, и он так воздействует, скажем так, да? Воздействует. И получается так, что он вырастает. Да, использует доступные его ручки. Да, стоп, точно. Вот, и получается, что есть люди, которые вырастают, но способ реагирования, получения того, что они говорят, остается такой. Это вот обидчивость. Есть вот обидчивые люди. Они просто таким способом получают то, что им нужно. Иногда это вот эффективно, иногда не очень эффективно, но это обидно закрепляется как некая реакция, понимаешь? То есть, на самом деле, обида – это не какое-то такое чувство, это просто гнев, который они не смогли, потребность гнева, который они не смогли получить другим путем. И поэтому она как бы развернулась, здесь, возможно, нету, и ушла вовнутрь. И мы ходим с ними, как бы проглотили и ходим с... Топал ногами, поорал, поплакал, а потом ходит обиженный все равно. Может такое быть или нет? Потому что это не сработало, и тогда он ушел в обиду. Ага, то есть это не то, что гнев, который... Потому что ведь есть люди, которые не умеют топать ногами и орать. Так это и вот люди... И у них еще хуже проблема. Так это и есть обида. Это и есть обида. Которые топают ногами и говорят – это агрессивное поведение. Да, да, да. Обычно или это, или то. Потому что в детстве что-то сработало одно, понимаешь? Так, правильно ли я поняла, что обида – это гнев, который человек не реализовал, и он у него копится внутри и отравляет ему жизнь? Да, Света, абсолютно так. То есть обида – это гнев, который не вышел, а ушел вовнутрь. Да, это так? Я хотела бы тогда уточнить все-таки вот этот момент. Если человек не склонен обижаться, это значит... Ну, то есть получается, что средство от обиды – это, наоборот, выплеснуть гнев. Правильно ли? Получается. Ну, смотри, получается, что есть какой-то гнев. То есть есть какая-то потребность, да, собственно говоря. Можно ее выплеснуть, топать ногами и кричать. Это неконструктивно. Но, по крайней мере, тогда всем будет понятно, по поводу чего сработать, да? Можно вот обидеться и с этим ходить. А есть третий путь, когда ты конструктивная, когда ты говоришь, что там... Я, конечно, говорю это из своего собственного опыта, поскольку сама я, в общем, не склонна обижаться, потому что я очень быстро на все реагирую, выпускаю пар, как чайника. Да, да, это неприятно другим людям, поэтому я, конечно, тоже с этим каким-то образом пытаюсь бороться. Но, опять-таки, не точно не в сторону обиды, потому что, то есть я понимаю, что если я не буду никак с этим работать, то если я уйду в сторону обиды, это тоже не дело. Тем более, что передо мной пример моего мужа, который не склонен топать ногами и орать, но при этом склонен обижаться. То есть он, причем он будет обижаться тихо, так что это, в принципе, не будет... Заметно? Нет, это будет заметно, но это не будет так, что... Ну, это будет отравлять жизнь, но как-то очень... Очень иначе. Да, то есть, например, он даже вообще может уйти из дома и гулять вокруг дома, пока он не успокоится, вот, или он может, ну, как-то отвечать на вопросы сквозь вот зажатые зубы, вот, цыгить. Вот, это, конечно, неприятно, я понимаю, что это для него разрушительно. Если я сама не обидчивая, а наоборот, все выплескиваю в гневе, а муж у меня, например, обидчивый, то что делать в такой ситуации? Как я могу ему с этим помочь? Я думаю, это ему нехорошо, когда он в таком состоянии. Ну, вот абсолютно точно, что если он ходит, дуется, да, это какой-то процесс происходит, то есть понятно, что в нем происходит не некий процесс такой, да? Я тебе могу сказать, что, конечно же, мы не можем помочь вот так вот, ты не можешь помочь ему вот так прямо, да, пока он сам не будет думать, как ему иначе эту вот обиду выразить. Однако, если мы понимаем, что за этим всем есть некоторая потребность, которая не удовлетворена, и она может выйти в виде гнева или в виде обиды, да, то, в принципе, ты можешь корректно, мягко узнать у него по поводу чего обида, да, то есть что он думал сделать, да, или как бы нужно найти, какая потребность не реализованная, да, но по большому счету это его задача сообщить тебе об этом, понимаешь? И поэтому, собственно, когда мы говорим про то, как нам работать с обидчивостью, обидчивостью, то нам нужно, нам нужно понять, почему мы вот обиделись первой, почему мы обиделись, из-за чего, да, то есть какая была потребность. Вот, допустим, я, я поняла, что я хотела поехать, это вот муж, допустим, хотел поехать вот с вами, я не знаю, вот по поводу чего у меня обиды, потому что проблема вот обидчивых людей в том, что они молчат, да, не знаю о чем дело, да, да, вот те, которые пылят, они хотя бы сказали, что их не знают, а молчат, они молчат. Так вот, если я, представим, себя вот обидчиваю, да, я первое понимаю, почему я обиделась, нашла свою потребность, а второе думаю, как мне по-взрослому конструктивно сообщить об этом, понимаешь? И вот это будет третий тип реакции, который не агрессия, не обида, а нормальный взрослый диалог, понимаешь? Это вот работа некая, но этому можно вот обучить. Если твой муж сам захочет, действительно, он захочет иначе на это вот реагировать, то это, в принципе, это вещь обучаемая, да, весь вопрос готов ли он или нет, да. Но поскольку мы думаем, я думаю, что наши телезрители, они как раз про себя думают, да, то дорогие, да, вы можете сами проработать собственную обидчивость. Хорошо, я все поняла, но хотелось бы еще услышать какой-то конкретный пример. Можешь что-нибудь рассказать конкретно? Да, конечно. Ну, ты знаешь, допустим, я знаю, что очень часто у меня прям клиентка была, да, она обижалась на мужа, что он не помогает ей с ребенком. У нее была в голове, там, ну, вот, один образ отца, что он должен купать, гулять, играть, там, да, как-то развивать ребенка, а он, собственно, делал гораздо меньше. И она эту вот обиду копила в себе. Когда мы с ней это выяснили, да, ее потребности гулять, и вот они пошли, гулять, играть, да, там, вот, в кубики с ним, там, играть, да, вот, развивать его как-то, она сформулировала то, что она хочет, сообщила ему. Он был удивлен, честно говоря, потому что он и не думал, что у нее это есть вообще, понимаешь. И, конечно, он, и я так и не могу сказать, что он прям, знаешь, был счастлив очень быстро, да, что сказал, ой, конечно, я буду гулять, играть. То есть ей понадобилось какое-то время приучать его к этому, да, и то есть это был какой-то путь. Но когда она понимает, про что ее была обида, и что ей надо просто это оптовить, ей нужно ему говорить, что, пожалуйста, сегодня ты гуляешь, вот, в парк гуляйте, вот, я вам там, вот, игрушки забыла, идите гуляйте, да, то есть она это стала делать, и причина вот обида, она просто вот рассосалась. Поняла, это так же примерно, как когда у тебя ребенок болеет, ты до тех пор, пока не пришел врач, не сказал, чем он болеет, тебе беспокойно. Когда уже понятно, что лечить, то уже гораздо легче. То есть когда у них в отношениях появилась какая-то, понятно стало, что лечить, да, то тогда уже для обиды не осталось места вроде как. Ну да, тут еще вот очень важная вещь, что ей нужно себя подготовить, что это будет не единоразовая вещь. То есть если ты однажды мужа озвучишь, что, знаешь, надо гулять, кормить, там, играть, то это прям так вот не вырастет, да, что ты планомерно, постоянно вот об этом говоришь и просишь. Это путь, это не вот так вот. Излечить обидчивость – это путь. Скоро поймет, понимаешь, что обидчивые люди никогда не говорят. Знаешь, я на тебя обижаю. Это им прям как-то такие, они мне скажут, что. Они скажут, ну, да вроде, но они начнут увидеть. Они начнут, да, да, да. Дело в том, что если человек обидчивый, ему сложно признаться в том, что он вот обидчивый. Если вы прям так к нему подходите и говорите, а есть у тебя какая-то вот обида на меня, ты вот вообще вот обижаешься? Нет. Это естественная реакция, понимаете, потому что он не привык говорить про это. Поэтому он прокольцовывал и потом подумает, а, вот, наверное, я правильно обижаюсь, вот он уже думает, что что-то там уже такое, знаете, происходит. Надо мне продолжать, и тогда он сам догадается, про что я обижаюсь. И все, обида закольцевалась еще больше. Редактор субтитров А.Семкин